Комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ Курчатовский институт, специальность 010407, физика твёрдого тела, город Москва, Россия. Алиев, второй рецензент, Алиев Бахадир Адзимджонович, доктор физико-математических наук, проректор по науке и инновациям Малманутинского технологического университета, специальность 010407, физико-консенсированное состояние, город Алматы, Республика Казахстан. Официальные рецензенты присутствуют. К защите диссертационная работа представлена впервые. Есть ли у членов Совета замечания по повестке дня? Так, замечаний нет, тогда повестка дня утверждается. Для ознакомления с личным делом диссертанта слово предоставляется учёному-секретарю диссертационного совета, доктору философии ПИЗИ, исполняющей обязанности доцента Кабышеву Осету Маратовичу. Здравствуйте, уважаемые члены диссертационного совета. Позвольте вас ознакомить с материалами, поступившими в диссертационный совет от соискателя Назарова Куланыша Мирвазылу. Первое – это сведения о докторанте. Соискатель Назаров Куланыша родился 30 июня 1993 года. Место рождения – Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан. Казах – гражданин Республики Казахстан. Имеет высшее образование. В 2011 году поступил в Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности ядерная физика. В 2016 году окончил бакалавриат и поступил в магистратуру Государственного университета Дубна по специальности 03-04-02 физика. В 2018 году получил диплом магистра естественных наук по специальности 03-04-02 физика. Назаров Куланыш в 2018 году поступил в докторантуру Евразийского университета имени Гумилева по специальности ядерная физика и окончил обучение в 2021 году. Научную стажировку проходил в лаборатории нейтронной физики имени Франко Объединенного института ядерных исследований. Также среди документов, предоставленных соискателем, имеются отзывы отечественного и зарубежного консультантов, заверенные по месту работы консультантов, выписка из протокола заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендация к защите, утвержденная проректором по учебной работе имени Гумилева, также явочный лист. Четвертое – это диссертация в твердом переплете и на электронном носителе. Пятое – список трудов, заверенных ученым-секретарем имени Гумилева, их копии. Шестое – заключение этической комиссии. Седьмое – копия транскрипта на трех языках об усвоении профессиональной учебной программы докторантуры, заверенная по месту учебы. Восьмое – личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службы имени Гумилева. Девятое – копия документа удостоверяющего личность. Десятое – отзывы официальных рецензентов. Одиннадцатая – справка, выданная Национальным центром государственной научно-технической экспертизы на антиплагиат. У соискателя имеется 16 опубликованных научных трудов, в том числе 6 публикаций в рецензируемых журналах, входящих в баз данных Web of Science и Scopus. Три публикации в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендуемых Коксон Монарка, 7 статей к докладам на международных конференциях. Представленный материал соискателем Назаровым Куланышем соответствует установленному положению о диссертационном совете НАУ и Евразийский национальный университет имени Гумилева. Вот 21 октября 2021 года. В защите соискатель допускается. Все, Кардранч. Извините. Спасибо. Какие будут вопросы к ученому секретарию и соискателю по представленным объективным данным? Вопросов нет, вроде бы. Для изложения основного содержания диссертационной работы слово предоставляется Назарову Куланышу Миргазы Улы. Регламент 20 минут. Здравствуйте, меня слышно? Слышно, слышно. У меня камера, сейчас я его подключу. Сейчас соединюсь. Нет, у меня нет, не подключается. А, Куланыш, чего там? Сейчас, сейчас, одну минуту. Ну и стараться даже заранее подготовить. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. Асид, можете мне дать разрешение? Да, я вам дал право полностью. У меня пока включена демонстрация экрана. У меня пока включена демонстрация экрана. Для этого позвольте представить мой доктор по материалам диссертационной работы на соискании доктора философии PHD. Тема моей диссертационной работы называется «Простанство на распределение структурных неоднородностей в геофизических и конструкционных материалах. Исследование методами нейтронной радиографии и томографии». Научным консультантом является кандидат из МАТНООК Тимур Хаджанович Желудубаев. А зарубежным научным консультантом является доктор технических наук Сергей Бенифичанов. Итак, многие физические явления, наблюдаемые при исследовании свойств различных материалов, обусловлены определенными, скажем, локальными и структурными некогарентностями, неоднородностями. Например, это могут быть из-за особенностей кристаллической структуры, наноструктурированного строения вещества и микронных и субмикронных неоднородностей строения вещества. И вот на слайде вы видите структурные масштабы и применяемые к ним нейтронные методы. И среди этих неоднородностей следует отметить именно неоднородности на микронном уровне организации, которые влияют на развитие механических свойств в разноплановых крупных объектах. И выявление таких неоднородностей, отвечающих за формирование тех или иных особенностей материалов, позволяет нам построить специальные именно научно обоснованные модели и дать предпосылки для прогнозированных свойств материалов. И, собственно, при этом еще следует отметить, что такие исследования требуют развития новых экспериментальных методов и подходов для исследования. И одним из наиболее перспективных методов для исследования структурных неоднородностей на микронном уровне является метод нейтронной радиографии. Суть данного метода заключается в получении нейтронных изображений, внутреннего строения вещества за счет ослабления нейтронного потока при прохождении его через исследуемый материал. И экспериментальным развитием этого метода является нейтронная томография, при которой выполняется объемное восстановление трехмерной структуры из независимых радиографических проекций. И одним из наиболее перспективных направлений применения этих методов является исследование внутренней структуры горных пород, геофизических объектов, и конструкционных строительных материалов. И одним из, можно сказать, на сегодняшний день интересных моментов является, что многочисленные экспериментальные исследования уже указали на корреляцию между микроструктурными особенностями, деформационными свойствами именно слюдосъезжающих и горных пород. И определенная, скажем так, пространственная локализация минеральных паз могут в значительной степени способствовать изменению свойств этих материалов. И для выявления таких структурных особенностей требуется именно привлечение нейтронных методов, неразрушающего контроля. А также в сфере строительства, а именно в цементных и бетонных материалах существует проблема проникновения воды уже извне готового изделия. И из-за вот абсорбции, да, скажем, проникновения воды в них могут пройти как-то эти агрессивные химические реакции, ускоряющие процесс разрушения этих конечных продуктов. И, следовательно, для понимания этих механизмов именно проникновения воды в бетонные материалы требуется именно реализация методов, контроль этого процесса с методами неразрушающего контроля. В настоящее время реализация этих методов уже, можно сказать, почти во всех нейтронных центрах мира уже реализована. И вот на таблице вы сейчас сможете увидеть, в каких центрах это реализовано, и их установки, и названия источников. И в настоящее время в Институте ядерной физики Министерства энергетики Республики Казахстан функционирует стильский реактор ВВРК, на котором проводятся ядерно-физические, материаловедческие исследования. И технические характеристики данного реактора полностью удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к нейтронным источникам, для создания такой специализированной установки нейтронной радиографии и томографии. И с учетом высокой научной и прикладной ценности данного метода была реализована новая установка титана на реакторе ВВРК. И из этого вытекает цель моей работы. Целью является исследование пространственного распределения структурных неоднородностей в геофизических и цементно-конструкционных материалах методами нейтронной радиографии и томографии и реализации и развитии экспериментальной методической базы метода нейтронной радиографии и томографии на исследовательском реакторе ВВРК. И для достижения цели диссертационной работы были поставлены задачи следующего характера. Разработка и монтаж основных элементов экспериментальной станции для нейтронной радиографии и томографии на исследовательском реакторе ВВРК, а именно блока коллиматоров, нейтронных фильтров, коллиматорной системы, детекторной системы, системы биологической защиты. Разработка и компоновка блока нейтронных фильтров для экспериментальной станции нейтронной радиографии и томографии на импульсном высокопоточном реакторе ИПР-2, а также исследование методом нейтронной радиографии и томографии пространственного распределения неоднородностей, трещин и полустих цементных материалов, используемых в строительстве охранниче-радективных отходов. Исследование методом нейтронной радиографии в режиме реального времени, динамитика в процессе проникновения воды в строительные цементные материалы, исследование постоянственного распределения минералов в модельных гранитных образцах, нахождение объемных распределений и морфологических особенностей слюды в гранитных образцах. Далее. Основные положения выносимы на защиту. Получены экспериментальные данные по коэффициентам пропускания и характеристикам монокристаллических сафировых и висмотовых нейтронных фильтров. Выявлены эффективные нейтронные фильтры для станций нейтронных радиографий и томографий, их влияние на нейтронные изображения и радиационный фон нейтронных станций. Методом нейтронной томографии установлено, что добавление алюминия в матрицу цементных материалов увеличивает порость этих материалов 11 раз для образцов с цементом ЦМ5 и 40 раз для образцов с цементом ЦМ3. В исследуемых фрагментах цемента сформировались два типа пор. Большая разветвленная система крупных трещин с размерами от 0,5 до 1 мм и меньшие поры с размерами менее 0,4 мм. С помощью метода нейтронной радиографии в режиме реального времени установлено, что добавление внутренней гидроизоляционной компоненты на основе лигносульфанатов в дозировке около 1% от массы летучей золы в матрицу геополимерного раствора уменьшает скорость проникновения воды в 1,27 раза. Для образцов гранита коэффициент структурной анизотерапии углового распределения для фазы слюды определенные методы нейтронной томографии составляют 2,2% для гранита бестерлей, 10,9% для гранита маркотин, 17,5% для гранита либерец и 21,9% для бронусений, что находится в согласии с результатами, полученными методами ультразвуковой диагностики. Далее, как я сказал уже выше, была создана новая экспериментальная установка нейтронной радиографии и томографии на реакторе ВВРК, который называется TITAN, аббревиатура которого означает Transmission Imaging Vesomal Neutrons на английском языке. И вы на слайде сейчас видите трехмерную модель и двумерный срез этой установки с указаниями основных элементов. На самом деле, конструкционные особенности экспериментального зала реактора ВВРК определили такую достаточно компактную схему. с длиной 10 метров, шириной 4 метра. И, как видите, после шибера канала находится позиция для фильтров, а именно сафирового фильтра. Затем располагается апертурная система, которая состоит из нескольких варьированных полиэтиленов и карниевого дисков, которые с переменным образом может варьироваться именно диаметром его от 0,5 до 90 мм. Следовательно, учтя, что расстояние между апертурной системой и позицией образца является 7 метров, так называемый характеристический параметр LD могут варьироваться от 75 до 1400. И затем была установлена вакуумированная коллиматорная система с длиной 5,5 метров. Затем располагается детекторная система. Еще надо отметить, что максимальные размеры пучка в позиции образца составляют 20 на 20 см. И для получения нейтронных изображений была разработана такая детекторная система. Вы здесь видите его трехмерную концепцию, а здесь реальное фото, его экспериментальная реализация. Детекторная система находится в таком светозащитном кожухе. Вот можете видеть, что на этом боксе располагается CCD-камера, здесь система объектива, система электроники, система охлаждения. И также томографическая система обеспечивается системой гонюметров из вращающего столика, фирменной колозу. И здесь вы можете увидеть в таблице характеристики параметры данной детекторной системы. Основные характеристики были доложены и представлены на статье, которая была публикована журнала в Sophie's Investigation. Далее, после постройки экспериментальной станции были проведены методические эксперименты по измерению плотности потока нейтронов, по определению пространственного разрешения и мощности гамма-излучения. И, как мы видим, самым достигаемым лучшим пространственным разрешением является 144 микрон при поле зрения 90 на 90 миллиметров. И в позиции образца плотность потока тепловых нейтронов составляет при LD 101 на 10 восьмой степени, а когда LD 350, 1,2, 10 восьмой степени, а когда уже в пучок ставится сафировый фильтр, то мы видим, что тепловые нейтроны уменьшаются на 40%, тогда как адмиевые отношения увеличиваются почти в 7 раза. И мощность гамма-дозы в позиции образца, когда LD равен 100, равен 3,43 зевета в час, а в то время как фильтр ставится на пучок, мощность гамма-дозы уменьшается в 6 раза и равен 0,56 зевета в час. Затем были получены первые тестовые рисунки, затем была проверена томографическая мода установки, и, как видите, маленький ротор двигателя, замок, часы-будильник, свече зажигания машины, и электронные компоненты, это фотокамеры, и далее было томографическое исследование археологического объекта, это нижняя челюсть человека из саксского племени, и эта работа была выполнена в коллаборации с историками, сказанными именем Альфа-Рави, и, как мы видим, пространственное разрешение детекторной системы установки титану вполне достаточно для визуализации таких мелких деталей, электроники, инженерных материалов, а также зубных каналов и распределения минеральных компонентов в каждом, скажем, объеме зуба. И эти результаты были опубликованы в журналах, ниже представлены вот здесь. Далее, с 2013 года на реакторе ИБР-2 функционирует установка НРТ, на его схему вы видите вот здесь, и одной из особенностей этой установки НРТ и установки титана в исследовательском реакторе БВРК является использование прямой геометрии коллимационной системы по отношению к источнику нейтрона, имеется в виду здесь эти установки находятся на радиальном канале реакторов, и на самом деле прямая геометрия коллимационной системы по отношению к источнику на самом деле обеспечивают такую высокую интенсивность тепловых нейтронов, но в то же время в пучке есть примесь быстрых нейтронов и гамма-лучей, и это в свою очередь вызывает такую быструю деградацию микросхем электронной системы и облучение компонентов, деталей установки и даже образец исследования. И для уменьшения сопутствующего, скажем, нежелательного радиационного излучения самым простым и относительно дешевым вариантом решения является использование монокристаллических нейтронных фильтров, чем дорогостоящиеся бендерные и длинные нейтроноводные системы. И для нашего исследования было выбрано три фильтра. Вот первый сафировый 100-мм и висмутовый монокристаллический фильтр с различными толщинами 20 мм и 30 мм. И в зависимости от использования эксперимента они были разделены на сим-конфигурации. Затем были проведены уже измерения. Сперва спектр пропускания были сняты. И вот видим, красным цветом здесь показано пропускание сафира 100-мм. И мы наблюдаем, что сафир хорошо пропускает тепловую часть спектра, а в то время как холодная часть спектра линейно уменьшается пропускная способность, а в то время как висмутовые фильтры хорошо пропускают холодную часть спектра, больше 4-х ангстрем. А в то время как и комбинация, вот в 5-мм случае мы видим такие минимумы в спектре из-за бреговского растения, на самом деле связанного с мозаичностью кристалла висмута. Затем были сняты и были измерены именно параметры ослабления тепловых нейтронов и гамма-лучей. И интересным моментом здесь стало, что сафир хорошо ослабляет гамма-лучей пучка. Во всех случаях, можно сказать, поток тепловых нейтронов уменьшается максимум только 2-2,5 раза. Далее были проведены именно изучения влияния монокристаллических фильтров на качество томографических данных. Для этого был сделан такой образец, алюминиевый цилиндр с различными металлическими наставками, были проведены эксперименты, затем были анализированы коэффициент контрастности и коэффициент ослабления. Были построены различные гистограммы, и на таблице показаны основные результаты. И мы видим, что комбинация сафирового фильтра с висмутом, например, в конфигурации номер 6 или чистого сафира, являются хорошим вариантом, и они обеспечивают увеличение коэффициента ослабления примерно на 15-20%, и в то время как тот же фильтр увеличивает коэффициент контрастности примерно на 3,7%. И, следовательно, можно сказать, что сафир улучшает контрастность изображения и увеличивает коэффициент ослабления нейтронов. И можно сказать, что хорошим моментом, что это дает преимущество при томографических измерениях для хорошей денификации материала. И на основании этих результатов, проведенных на установке Титан и НРТ, можно сказать, что монокристаллический сафировый фильтр является эффективным фильтром при комнатной температуре, который увеличивает кармию в отношении 7 раз, уменьшает мощность гаммодезу в 6 раз, уменьшая при этом поток тепловых нейтронов только на 40%, когда нет фильтра в пучке. И эти результаты являются подтверждением первого положения, выносимого на защиту моей дистанционной работы. И эти данные были опубликованы в журнале «Вразничного физика» на франшном материале. Далее, в этой работе были изучены материалы на основе цемента, которые предназначены для хранения радиоактивных отходов, а именно радиоактивного алюминия. Алюминий – это такой активный металл, который легко образует такой защитный оксидный слой при контакте с воздухом, с водой. И когда при хранении этих алюминиевых материалов, при затвердывании этих цементных материалов, образуется в структуре цементных материалов пор и трещины. И в этой работе именно было изучено добавление органических и неорганических компонентов с целью снижения скорости коррозии и для получения низкой коростисти этих конечных цементных продуктов. Вот видите, здесь реальное фото этих образцов и их состав. Здесь показаны томографические срезы, которые были получены после эксперимента по томографии. И мы видим, что здесь наблюдается сильная анизотропия по поглощению общего коэффициента ослабления нейтронов. И видим, что внутри образцов 2, 4, 5, 7 наблюдается и отчетливо видны мелкие такие зерна, малые такие образования с широким, можно сказать, размерным диапазоном, которые соответствуют остаткам нерастворенной воды или его производных. Далее были рассчитаны его объемы, число, размерности и были построены графики, гистограммы. Далее с помощью процесса сегментации был сепарирован именно из общего объема образца был сепарирован виртуально распределение пор и трещин, вот видите, вот здесь. И с помощью вот этой формулы были рассчитаны коэффициент поростости для всех образцов. И видим, что именно добавление алюминия в матрицу этих материалов увеличивает порость. Например, для образцов CM5 порость в 40 раз, ой, извиняюсь, 11 раз, от 1,2% до 13%, а в случае CM3 от 0,4% увеличивается 40 раз почти на 16%. И добавление различных компонентов цементной пасты приводили к заметному уменьшению коэффициента поростости, например, от 13% до 1,8%, также уменьшается от 16% до 2,2%. Также интересным моментом стало, что добавление нитрата или лития в матрицу образцов CM5 уменьшает порость конечных продуктов в 3,5 раза, от 2,2% до 0,6%. А в то время как для образцов CM5 это уменьшается только на 1,2 раза, от 1,8% до 1,4%. И далее были именно построены такие графики в зависимости от длины и толщины пор и трещин. И видим, что в исследуемых фрагментах цемента сформировались два типа пор. Такая большая разлетенная система крупных трещин с размерами от 0,5 до 1 мм и меньшие поры с размерами менее 0,4 мм. И эти результаты были опубликованы в журнале Романе и журнале Физикс. И эти данные являются вторым положением, выносимым на защиту. Далее логическим, можно сказать, продолжением моей работы является с помощью метода нейтронно-радиографии в режиме реального времени исследование кинетики, проникновения воды, строительные цементные материалы. Для теста такие измерения были синтезированы три образца с одинаковым составом, но с различным отношением воды к цементу. И вот здесь видите экспериментальные данные проникновения воды. Вот здесь показано. И в результате мы видим, что для образца номер один вода практически не проникает, можно сказать, самым незначительным образом. Только вот внизу мы видим воду. И это на самом деле образец, первый образец является самым наименьшим концентрацией воды в цементе до 0,42. А в то время как для образцов номер 2 и 3 видим, что поглощение воды, можно сказать, поднимается практически на половину высоты образца. И видим, что на самом деле проникновение воды в матрицу 3 образца выше, чем в образце номер 2. И еще интересным моментом стало, что в начале эксперимента... Регламент старайтесь держать. Ага, хорошо, спасибо. Поглощение воды в образце номер 2 протекает быстрее. Например, здесь показано скорость проникновения воды. Это 6,18 уменьшается на 4,48 мм, деленный на час в корне. А в то время как для образца номер 3 это вообще диаметриально отличается. Вначале меньше, затем он увеличивается. Поглощение воды в начальный период, например, можно сказать, происходит медийно. Затем он в определенный момент уже увеличивается скорость проникновения. И это могут по объяснениям особенностями строения этих цементных материалов. Эти результаты были опубликованы в журналах, в процессе более ниже. Далее, логическим продолжением моей работы являются исследования имени кинетики воды. Геополимерный раствор, геополимерный материал с трещинами, искусственно созданными такими трещинами. Для этого тоже было синтезировано 3 образца. Состав показан здесь, можно ввести одинаково. Главной отличительной особенностью является то, что для образца номер 2 была добавлена внутренняя гидрозолюционная добавка. А для образца номер 2, это с тем же составом, как образец номер 1, но есть двойной слой, наружное покрытие гидрозолюционной компоненты. И мы видим после эксперимента, что скорость проникновения воды в образец номер 1 до 1.27 раза больше. Это на 30% больше скорость проникновения, чем образец номер 2. А в то время как для образца номер 3, которого было покрыто именно гидрозолюционной компонентой на основе гидрозолюционной фанатов, совсем отличаются здесь, как показано на этом графике. И как видите, до 110 минуты не замечено никакого проникновения воды в структуру. И после 110 минуты мы видим такой скачок, как S1. И это, можно сказать, скачок в водяного фронта из-за сильных капиллярных сил. И в определенный момент он останавливается, и вода начинает проникать уже в матрицу. Это процесс D1. И видим, что фронт воды в этот момент не продвигается выше. И затем эти процессы повторяются от цикла S2, D2, S3, D3. И такие циклы, скажем, всасывания воды и осушения, описывающие механизм именно впитывания воды в трещину, указывают, что гидрозолюционные покрытия именно сдерживают всасывание воды. И внешне этот полимерно-гидрозолюционный раствор, можно сказать, он был эффективным для защиты всех участков образца, кроме, конечно, трещины. И эти результаты были опубликованы в журнале «Констракционный билдинг материал». Все эти данные являются подтверждением третьего положения, выносимого на защиту моей диссертации. Далее были изучены простанство на распределение зерен, минералов, следы во имя гранитных пород. Для этого было выбрано 4 образца, 3 именно в Чешской республике, которые используются как в качестве строительных камня, а именно образцы либерец, марокатинь и синид. Также как стандарт используется образец Вестерли из Америки. Были проведены томографические измерения. Были построены графики в зависимости от размера зерен и их аспектного соотношения. Аспектное соотношение имеется в виду отношение длины к ширине этих зерен. И мы видим, что по размерам они различаются, можно сказать, в несколько, в два раза, в три раза в нескольких зернах. Но здесь главным моментом является аспектное соотношение. Для всех зерен имеет нормальное равномерное распределение с средним коэффициентом 0,7. Это указывает на то, что есть некоторые общие свойства зерен слюды вне зависимости от тех размеров. И были рассчитаны содержания слюды по объему и по поверхности, показаны вот здесь таблицы. Также с электронной микроскопией были рассчитаны содержания слюды на поверхностном слое этих образцов. И мы видим, что по объему показывают одно значение, по поверхности могут различаться. Расчеты по поверхности и данные по электронной микроскопии хорошо согласуются. Вот, например, 9% на 8%, 14%, 15% на 15% и 5% на 7%. Хорошо согласуются. А когда сравниваем расчеты по объему, здесь есть различия. Для либерца, например, 4,8, а здесь 9,9%. Для мракотиня 2,5 раза, 6,3, 15%. Для выстрелей 3,4, здесь 5,2%. И здесь было показано, как они изменяются по глубине. Глубина образца у нас 1 см, здесь 10 мм. И видим, что вариация для, например, синей это составляет, например, 15-20%, а для других образцов на уровне 10%. И далее были проведены измерения по ультразвуковой диагностике. И сигналы ультразвуковых волн были сняты с различными углами, как показано здесь, полярный угол, да, 30, 60, 90, 120, 150 градусов. И были сняты. И для томографических данных были проведены такие плоскости, как здесь, которые проходят через центр образцов. И были сняты вот такие профили по содержанию слюды. И мы видим, что они хорошо согласуются, например, для Либерец мы 90 градусов видим пик, здесь то же самое, при 90 градусов видим пик. Для марокотина, например, при 60 градусов, если выйдем пик по данной ультразвуковой диагностике, то по томографии тоже при 60 градусах есть такой определенный пик. А в случае сиенит это наоборот, например, мы видим минимумы при 30 и 90 градусов, а в то время как здесь при 30 и 90 градусов, наоборот, появляется максимум. Для выстреля, конечно, это лимейно, эти данные. И по представленным данным можно сказать, что эти результаты хорошо согласуются, имеется в виду данные нейтронотомографии и гультозвуковой диагностики. И эти результаты являются подтверждением четвертого положения, выносимого на защиту моей диссертационной работы. И эти данные были опубликованы в журнале «Акта геодинамика» на геоматериале. Далее, заключение. Была разработана и протестирована коллиматорная система и детекторная система на основе двузеркальной оптической схемы для экспериментальной станции «Титан» на исследовательском реакторе ВВРК. Также была реализована схема томографической моды для этой экспериментальной станции. Разработан и компонованный блок нейтроновых фильтров для подавления нежелательного фона на установке НРТ на высокопоточном реакторе ИБР-2 и для станции нейтронной радиографии и томографии «Титан» на исследовательском реакторе ВВРК. Были получены пространственные распределения трещин и полости в цементных материалах, используемых в строительстве охраняющих радиоактивных отходов. Были установлены зависимости от размеров и количества внутренних объемов богатых водой от особенностей химического синтеза цементных материалов. Были получены кинетические параметры проникновения воды в строительные цементные и геополимерные материалы по данным нейтронно-радиографии в режиме реального времени. Предложены алгоритмы анализа нейтронно-томографических данных в модельных геофизических образцах, а именно следоносных пирамидов. Получены пространственные распределения и рассчитаны морфологические параметры минеральной фазы следы внутри объема гранитных образцов. Результаты диссертационной работы были опубликованы в журналах, именно 6 работ в журналах, входящих в базу данных с КОПС и ВФ-САИНС. Три работы в журналах, входящих в перечень КОПСОН, МОНРК. Далее 7 работ были опубликованы в сборниках материалов международных конференций. И результаты были доложены на 11 научных конференциях, научных школах, международных научных совещаниях. И один раз на программно-консультательном комитете ОИИ по физико-конденсированным средам. Далее, связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами. Данная диссертационная работа была выполнена в рамках целевого финансирования программы сотрудничества ОИИ Казахстан, а также в рамках программно-целевого финансирования научно-технических проектов МОНРК. У меня с этим все. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Тут превышение было на 10 минут. Извиняюсь. Уважаемые члены совета, пожалуйста, какие будут вопросы? Прошу вас быть активнее. Так, члены диссерсовета. Ладно, для затравки я один вопросик задам. Вот вы говорили об улучшении характеристик вот этих цементных материалов, если там добавить алюминий, там, может быть, еще что-нибудь. Вы скажите, вот какие-то рекомендации можно на основе них сделать-то? Или особенно для хранилища там? Так, главный, можем сказать, да, спасибо за вопрос. Главным, на самом деле, целью нашей работы было именно показать, именно внутри этих цементных материалов, как уменьшается порость, как именно изменяется их, скажем, длина и толщина этих пор и трещин, как они влияют именно на хранение, скажем, алюминиевого порошка. Конечно, это было, можно сказать, глазами видно, что порость увеличивается, но насколько и как, какие там будут именно структурные особенности, надо было показать именно с помощью томографии. И различные добавки показали, что можно уменьшать этот коэффициент порости. И, собственно, рекомендация, на самом деле, можно сделать, что надо добавлять различные добавки, конечно, в зависимости от, что мы будем хранить в структуре цементных этих образцов. Сейчас точностью сказать так трудновато, наверное. Это зависит от материала. Как измерялось пространственное разрешение нейтронных установок? Нейтронных установок, да. Спасибо за вопрос, Константин Михайлович. Да, пространственное разрешение здесь у нас методом кадмивого фольги вставился пучок, затем были снятия радиографические изображения, и именно по краю были определены так называемые edge spread function, line spread function, дальше уже МТФ. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопрос. Оппоненты могут задавать, эксперты. Можно вопрос? Пожалуйста. Понимаешь, вот 10-й слайд в продолжении по бетону. Задать вопрос. Как проводилась сушка вот этих вот цементных матриц? Я имею в виду температурный режим, влажность какая была и время для сушивания, потому что это все очень важно для бета. Да, так, спасибо, да, за вопрос. Ну, сейчас точностью, как именно приготовилась именно синтеза образца, сейчас не вспомню. В своей работе это все было написано, вот внизу показана ссылка, да. На самом деле для всех восьми образцов условия были одинаковы. Но вообще с точностью, как было измерено, я не могу вам подсказать. Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, еще вопросы? Где вопрос можно? Давайте. Меня интересует практическое использование. Вот, я его в 2019-го установили этот прибор. С того момента поступали ли какие-нибудь запросы со стороны, чтобы проверить какой-то образец строительной организации, может какие-нибудь бетоны проверить. Были ли такие запросы? Да, спасибо за вопрос. Да, на самом деле сейчас уже, можно сказать, установка используется в основном для научных целей, да. В основном мы сейчас используем эту установку в основном для исследования археологических объектов. С Институтом ядерной физики был подписан меморандум с государственным музеем, который находится в Алматы. И сейчас, можно сказать, историки хорошо используют вполне вот 50% времени. Далее изучаются геологические образцы. И уже в коллаборации, можно сказать, в международной коллаборации с учеными из Чехии, из России, с нашим институтом Яфом. У ИИ тоже есть хорошее сотрудничество. Также изучаются вот такие вот цементные материалы с румынскими нашими коллегами. Так что, да, установка используется сейчас. Можно сказать, есть хорошие результаты. И вот продолжается работа по, можно сказать, увеличению, да, по области именно применения нейтронных методов, нейтронно-автомойно-физических методов для различных сфер науки, индустрии. Так, пожалуйста, еще вопросы? Значит, так. Ну тогда достаточно, спасибо. Слово предоставляется отечественному научному консультанту, кандидату в физико-математических наук, ассоциированному профессору Жолдубаеву Тимуру Кадыржановичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно, да? Слышно, слышно. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел сказать несколько слов о Куаныше. Куаныш, он был направлен в Евгений Институт ядерных исследований, не знаю, там сколько уже, лет пять назад или сколько, больше, наверное. И там он как бы на стажировку был направлен, и там остался. Сейчас он, как я понимаю, уже является законченным специалистом, который как бы решает уже конкретно, является ответственным исполнителем по поставленным задачам. Также большой плюс я бы хотел отметить, это то, что потом, помимо того, что он работает в объемном институте ядерных исследований в городе Дубна, да, он в данный момент, то есть они занимаются исследованием на базе нашего института. То есть в 19-м году была запущена установка по нейтронной радиографии, томографии. При этом стоит отметить, что вклад Куаныша в создание этой установки, там, детекторной системы, формационной системы, можно считать, был определяющим. То есть, также хотелось бы отметить, что Куаныш, он входил, ну, входит, как сказать, входит в исследовательскую группу, которая неоднократно отмечалась наградами, премиями Объемного института ядерных исследований. Также он является обладателем премии Дарын, которая казахстанская премия для молодых ученых. Ну, то есть, как бы резюмируя, я хочу сказать, что Куаныш, это уже вот эта защита ПИД-диссертации, как бы уже, это последняя точка формирования его, как бы, такая бюрократическая точка формирования его как ученого, как исследователя. Хочу призвать членов ученого совета поддержать его, проголосовать за, и чтобы Куанышу пожелать, чтобы он дальше продолжал свою работу. То есть, там постоянно и модернизирование этих установок, проведение новых исследований, расширение круга исследований. Хотелось бы это отметить. Спасибо. Тимур, вы включите камеру, потому что запись идет. А я включил. А, у вас только черное пятно видно. Ладно, и это не бюрократическое заседание. Так, дальше. Спасибо. Слово предоставляется зарубежному научному консультанту, доктору технических наук, начальнику группы ДН-12, лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований, Кичанову Сергею Евгеньевичу. Пожалуйста, Сергей Евгеньевич. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, хочу отметить все те обстоятельства, которые уже давно отмечалось, но все-таки сфокусировать ваше внимание на следующем обстоятельстве. Сегодня Куаныш Назаров представляет свою диссертацию, которая, по сути дела, является апофеозом его квалификационной работы. И в нашей группе он ведет свою деятельность с малых студенческих скамей. Здесь же, в нашей группе, он защитил свою бакалаврскую, свою магическую работу, все по метродной радиографии и томографии. И вот сегодня мы слушаем его диссертационную работу, тоже связанную с нейтронной радиографией и томографией. О себе я хочу отметить, что вся диссертация, которую сегодня представил Куаныш Назаров, направлена на два важных обстоятельства. Первое важное обстоятельство – это то, что Куаныш представляет, по сути дела, новую, единственную в Республике Казахстан установку для исследования с помощью нейтронной радиографии и томографии. в Республике Казахстан. Второе обстоятельство – это то, что Куаныш представляет сегодня те направления, которые можно реализовывать с помощью этого нового метода для Республики Казахстан. Мне кажется, представляет довольно эффектной работой по исследованию порости, систематный материал по исследованию грануляции в геофизических образцах и тому подобное. Работа Куаныша подтверждается очень серьезными публикациями как в материаловведении, так и в направлении ядерной физики, то есть разработка инфраструктуры, разработка научно-эксперментального оборудования на реакторах, в частности на национальном реакторе ВРК, в ИАФ, в Алматы. От себя отмечу, что все публикации, все результаты, которые представлены в этой диссертации, Куаныш получил, по сути дела, вклад его являющий определяющим. Никаких там замечаний, никаких там каких-то этических или других таких конфликтов нету ни с одним членом коллектива нашего. Также хочу отметить высокий уровень квалификации Куаныша Назарова, в частности в области нейтронной радиографии и томографии. И, по сути дела, Республика Казахстан получает очень квалификационного сотрудника, надеюсь, уже будет с докторской степенью, в области ядерной физики, в частности нейтронной физики для исследования различных материалов. Ну и, естественно, я обращаюсь к члену инфраструктурного совета поддержать кандидатуру Куаныша Назарова для предсуждения его степени, доктора философских наук, PHD степени. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич, за подготовку такого хорошего специалиста. Вы его очень хорошо охарактеризовали. Так, продолжаем дальше. Слово предоставляется официальному рецензенту, доктору физико-математических наук, главному научному сотруднику НИЦ-Курчатовский институт по дурцу Константину Михайловичу. Пожалуйста, Константин. Здравствуйте. Ну, можно вопрос. Я должен зачитать свой отзыв или просто своими словами что-то сказать? Можете своими словами, лишь бы заключительную часть, как вы в отзыве написали, прочитать. Остальное? Свободно. Спасибо за то, что мне довелось рецензировать эту работу. Работа высокого достаточно уровня. Мне кажется, что главным результатом этой работы является то, что в Республике Казахстан появилась установка для нейтронной томографии. Это современный, важный метод исследования, применяемый в огромном количестве современных научных и технологических направлений. Поэтому это просто важная штука. Те примеры, которые Куаныш взял и которые были взяты в диссертации, а именно исследования бетонов и исследования гранитов, это одни из возможных применений нейтронной радиографии и томографии. И здесь, на этих примерах показан в диссертации огромный потенциал метода, огромный потенциал установки. Ну, вот это мне представляется основным результатом. То, что есть установка, есть востребованная установка. Ну, и самое главное, установка без головы, без человека не бывает. Это просто хлам. Если там нет мощного специалиста, и вот он вырос, этот специалист. Замечания? Вот, собственно, то, что я хотел сказать. В своей рецензии я отметил два замечания. Это, хотелось бы, чтобы диссертант пояснил метод определения линейного коэффициента ослабления по томографическим данным. Здесь дело в том, что, ну, вот то число, которое появляется на томографии, ну, это не совсем есть коэффициент ослабления. Это, вот. И второе, ну, он такой, я его написал, как к разделу 4.1, замечания. Это здесь довольно важная штука является то, что рентгеновская томография, она очень сейчас бурно развивается, появляются огромные, замечательные приборы, которые покупаются они многими организациями. И здесь важно понимать некое вот соревнование и взаимное дополнение разных методов. И вот почему в каких-то конкретных случаях нужно именно нейтронную томографию применять, а не более распространенную и дешевую рентгеновскую. Это тоже важный вопрос, который нужно в своих всех выкладках учитывать. Но это, что называется, важное замечание, но нисколько не влияющее на оценку работы, высокую оценку работы. Я считаю, что работа Куаныша Назарова соответствует уровню в российских реалиях кандидатской работы, в тех, что мы сейчас смотрим, это доктор философии. Это работа по специальности ядерная физика, и ее автор заслуживает высокой оценки и присвоения искомой степени. Вот то, что я хотел сказать. Спасибо, Константин Михайлович. Сплово предоставляется соискателю для ответа на замечание официального рецензента. Спасибо, Константин Михайлович, за ваши рекомендации, за замечание. Я бы хотел ответить на слайде, я уже подготовил ответы к вопросам. Так, моего слайда видно у вас? Да. Вот по первому вопросу, какова была методика линии концентноослабления в случае томографии, как я понял вопрос. Вот в основном томографическое восстановление, это для нас, можно сказать, стандартная вещь. С различными методами можно использовать, как фильтр бэк-проджекшн, сердца, там их тоже много. Но когда мы уже получаем, после синаграммы слайса, так называемого, среза, как видите на экране, мы видим значение серого цвета в двумярном таком изображении, которое характеризует какой-то, скажем, коэффициент, ну, материала характеризует, а именно коэффициент ослабления. И они, на самом деле, нормированы на размер пикселя, да, например. В нашем случае в основном это микрометрные уровни, начиная от 100 до 25 микрометров, примерно, размер нашего, скажем, пикселя. В основном все теоретические значения коэффициента ослабления, это на... Дается примерно с единицей сантиметр на минус первой степени, и мы здесь делаем вот таким вот образом. Один сантиметр делим на размер пикселя, и у нас выходит коэффициент, скажем, x, да, определенный, и мы это умножаем на значение наших пикселей. И, соответственно, в конечном счете мы получим коэффициент линейного ослабления, который дается уже с единицей сантиметр на минус первой степени. Спасибо. Это ответ по первому вопросу. А по вторым, это как обосновать именно применение нейтронной томографии, а не рентгеновской. Это, на самом деле, хороший вопрос, и в начале нашей работы у нас стояло именно такой, на самом деле, вопрос, да. И как здесь показано, видите, да, вот образец, образцы, четыре образца, и состав их был именно измерен с помощью электронной микроскопии, и вот видите, главные четыре, можно сказать, породообразующих минералов, которые распределены в наших образцах. Это кварц, плавиаклаз, ортоклаз, слюда. И там слюда тоже имеет несколько минералов в группе. И мы сравнили шкалу контрастности. Есть такой, скажем, параметр, исследованный там ранее уже в литературе. И мы сравнили их. Вот для нейтрона, например, кварц, плавиаклаз, ортоклаз, там значение примерно на уровне 2, 2, 2, 4, да. В то время как для рентгена те же минералы имеют, например, вот для кварца 4, а для остальных случаев это 5, 5, 5. Это означает, что если все там имеют одинаковую шкалу контрастности, мы с трудом, можно сказать, да, можем сепарировать и показать распределение в объеме этого минерала. И, как видите, в рентгене у нас будут такие трудности, что мы не можем отличать, скажем, плавиаклаз, ортоклаз от слюда. Для нас было важно именно показать распределение слюда, именно его структурные особенности. И для этого, как видите, в нейтронной автомографии шкала контрастности соответствует для слюда 4. И это хорошо различимо в сравнении с другими минералами, которые имеют шкала контрастности 2, 2, 2, да, для кварца, плавиаклаза, ортоклаза. И, следовательно, с этим и обоснуется вот именно применение нейтронной томографии. Конечно, рентгеновским измерением томографии можно там измерять с высокими энергиями, да, рентгенских излучений. Но я думаю, это уже для нас задача на будущее. Спасибо, конечно, за вопрос. Спасибо прекрасно. Так, Константин Михайлович, вы удовлетворены ответы? Полностью. Так, спасибо. Продолжаем. Слово предоставляется официальному реценденту, доктору физико-математических наук, проректору по науке и инновациям Алматинского технологического университета Алиеву Бахадир Азимджоновичу. Пожалуйста, Бахадир. Меня слышно, да? Слышно. Ну, я хочу просто коротко пройтись по самому отзыву, который я вот отсылал. В конце немножко скажу общее впечатление, ну и, естественно, сделаю выводы. Значит, отзыв на диссертационный работ Назарова, Пуаныша, Миргазула, пространственное распределение структурно-неоднородных и геофизических конструкционных материалов, исследования метода нейтронной и томографии, и радиографии, и томографии. Извините, здесь. И хочу отметить следующее. Первое. Тема диссертации, как указал соискатель, соответствует приоритетным направлениям научных исследований в области естественного республики Казахстана, вносит значимый вклад как в отечественную, так и в мировую науку, можно сказать. Данную работу содержит новые экспериментальные данные. По поводу принципа самостоятельности хочу отметить, что автор, безусловно, владеет всем материалом и является специалистом в своей области. Работа соответствует принципу единства внутреннего. Разделы взаимосвязаны и сделан подробный обзор. Диссертация отражает тему исследований. Цели задачи диссертации соответствуют выносимым положениям. Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны. Принцип научной новизны. Научные результаты положения диссертации являются полностью новыми, что подтверждает публикации, которые автор, значит, шесть публикаций в журналах, входящих в базу, Данас Копус и так далее. Автор об этом отмечал. Также выводы диссертации являются новыми. Подтверждаются экспериментальными данными, полученными в работе. Диссертации технических и технологических решений являются тоже обоснованными. Автор диссертации реализовал реализованной детекторной системы, циркальных схем, полученную спектр пропускания нейтронов на различных анакристаллических нейтронов, фильтров методом времени пролета и так далее. Обоснованность выводов. Хотел бы отметить по положениям. Автор представил четыре положения выносимому в защиту. Первое положение говорится о том, что экспериментальные данные получены и эти данные вносятся как первое положение. Учитывая, что результаты новые, считаю, что можно это положение выставить для обсуждения. Следующее, второе положение хотел бы отметить, что здесь рассматривается возможность добавления алюминия в материнский метод материалов. Тоже интересное направление и экспериментальные данные, которые были получены, результаты, они также выносятся в защиту. Третье положение это значит с помощью также нейтронной радиографии установлено, что добавление внутренний гидазирующий компонент на основе лигно-слюфината в дозировке 1% от массы залы также выносятся в защиту и раздел соответствующий доказывает выносимое положение результата. Ну и четвертое это для образца гранита проведена исследована структурная анизотерапия и результаты также вынесены в виде положения. Ну в общем я дальше уже все зачитывать не буду. Хотел бы отметить от себя лично следующее. Ну работа экспериментальная и так как специальность называется ядерная физика здесь именно методика которая в принципе была известна но не так реализована в настоящее время отрабатывается и внедряется в различные направления для различных материалов. Ну как фердотельщик скажем так я конечно здесь не увидел глубины конечно структурных изменений за счет нейтронных взаимодействий но задача задача диссертационной работы это и не стояло то есть эта работа связана с обрабатыванием сколько я понимаю методики нейтронной томографии большая огромная работа выполнена большой объем экспериментальной работы проведен и интерес к этим исследованиям подтверждает его зарубежная публикация конечно ну в общем я не стал конкретные замечания выносить хочу сказать что свое мнение я автором разговаривал и он мне уже как бы в ходе обсуждения все пояснил так что считаю в связи с этим считаю что диссертационная работа Назарова Хуаныша пространство распределяем структурно неоднократно геофизические конструкционные геофизические конструкционные материалы исследуем методами нейтронной радиографии томографии соответствует требованиям предъявляем диссертационную работу на соискание степени доктора философии по специальности 6D 06 05 0 ядерная физика а ее автор заслуживает присуждение степени доктора философии спасибо замечания озвучите я таких конкретных замечаний не делал ну в общем свое впечатление я в отзыве указал хорошо так Иван Иванович что вы скажете да хочу выразить благодарность Бахаде Разимжановичу за ваши конечно рецензии за рекомендации замечания конечно все это уже было учтено во время написания моей диссертационной работы и уже в конечной финальной версии все это уже учтены и откорректированы только выражаю благодарность спасибо ваши советы спасибо так спасибо официальные выступления рецензентов закончено начинаем дискуссии кто желает выступить по данной диссертации пожалуйста члены диссовета оппоненты руководители все могут выступить гости пожалуйста активней у нас еще вторая будет диссертация так ну давайте я выступлю немного знаете это после большого перерыва где-то с начала лета вот первая защита я считаю качество диссертации очень хорошее ну здесь подчеркивается то что он делал работу в Дубне я сам много-много лет сотрудничаю с Дубной с 80-х годов поэтому качество диссертации и Куаныш как специалист вырос хорошо все это освоил это очень приятно нам в Казахстане не хватает хороших специалистов тем более ученых вот недавно был форум науки и высшего образования там отмечалось тоже что не хватает у нас молодых кадров нет ученых мало ученых а тут Куаныш сделал установку привез ее на ВВРК в Яфе установил все это очень хорошо что она применяется особенно для таких вещей как анализ материалов для хранивища радиоактивных отходов ведь это большая проблематика всей ядерной энергетики атомной энергетики куда ждевать эти отходы после да и при хранении отходов там которые применяют материалов там всяких трубок и так далее которые применяются и в ядерной медицине и так далее и так далее вот эти надежные хранилища нужны проблемы есть поэтому диссертация очень хорошая в том плане что она имеет вот такой прикладной характер тем более вот этот метод нейтронной радиографии так скажем в новом контексте сделанный опробированный привезли в яф это для нашей страны очень важно поэтому я считаю что коллеги поддержали эту работу тем более это большой труд их его научных консультантов вот поэтому я считаю это очень хорошая работа так если кто хочет еще высказаться Тимур Кадржанович вы промолчите или что-нибудь скажете ладно давайте я добавлю несколько слов давайте хотел бы коллеги поддержать соискателям хочу отметить что вообще вот эти прикладные разработки которые необходимы сейчас во всех отраслях тем более в области ядерной физики и учитывая что у нас замечательная школа в Казахстане есть в области ядерной физики перспективность направления безусловно говорит о том что эта работа вообще актуальна и вот молодые люди которые сейчас готовятся проходят защищаются и развиваются они необходимы для будущей науки будущих будущих скажем так даже не то чтобы науки производства то есть прикладного использования научных результатов вот такие люди как раз очень важны и нужны люди которые знают чем занимаются как это делается и для чего это делается поэтому считаю коллеги что нам казахстанской науки Хуаныш Назаров нужен прошу его поддержать надеюсь его увидеть как известного ученого в будущем который будет развивать дальше школу ядерщиков Казахстана спасибо есть еще желающие здравствуйте уважаемые коллеги можно я пару слов расскажу так я являюсь зам заместитель главного инженера реактора Кирвы ВРК Мухаммед Улабахдавлет поддержка Хуаныша я что могу сказать он закончил университет казну именно Альфераби и под войным дипломом он поступил ну попал объединенный институт ядерных исследований вот с этого момента ему было поставлено задачи чтобы привести все это навыки которые он там учится к нам в Казахстан точнее к реактору и с этим задачей Хуаныш очень хорошо справился построил так скажем современной установкой радиографии томографию на базе реактора как вы знаете у нас на базе реактора практически не существует исследовательский канал вот один из первых это вот нейтронная радиография томография и дальше продолжает Хуаныш также новыми идеями создания новых каналов исследовательских но по поводу Хуаныша он все ответственно к этому относился все это время работал и мог этому доказать доказательство то что он опубликовался в рейтингах журналов вот прошу всех поддержать Хуаныша он заслуживает степени пьеды доктора наук спасибо за внимание Рахмет так кто-то еще так ну ладно завершаем дискуссию уважаемые коллеги на этом разрешите завершить дискуссию предоставить заключительное слово диссертанту Назарову Хуанышу Миргазы Улы пожалуйста в конце хочу выразить благодарность огромную своим научным консультантам Тимур Хаджан Шелдуба и Сергею Генчанову за постановку задачи скажем в помощь интерпретации важные замечания по изнажению до своих именно научных результатов а также именно хочу искренне признательны своим коллегам Денис Петрович Козленко Борис Николаевич Висовенко и также Бахдалит Мухаммед Улов за их постоянную поддержку и полезные обсуждения в работе и также хочу отметить неоценимый вклад коллег с лабораторией нейтральной физики ВОИИ СИЯФ из Алматы наших египетских румынских и чешских коллег которые внесли большой вклад на разных стадиях подготовки именно выполнения моей диссертационной работы и также в заключение хочу выразить благодарность профессорскому преподавательскому составу Международной кафедры ядерной физики новых материалов и технологий физико-технического факультета ЕНО всем большое спасибо так спасибо переходим к следующему этапу заседания диссовета теперь необходимо провести тайное голосование по поводу присуждения степени доктора философии PHD соискателю Назарову Куанышу при помощи платформы SmartYenu так слово ученому секретарю уважаемые члены совета также рецензенты всем были высланы ссылки для голосования на почту там имеется логин этого и пароль всем я отправил проходите по ссылке и можете проголосовать если какие-то вопросы по поводу голосования есть осет здесь поможет проконсультирует проконсультирует да у меня есть вопрос я вот открыл нашел Назар Куаныш а теперь там нужно найти проведение защиты да сверху такой щит стоит получается выбираете Назарову Куаныш сверху справа будет должен а вот так зарегистрироваться надо зарегистрироваться надо тут регистрацию а ссылка для онлайн собрания слово ссылка что означает ссылка она в принципе не нужна там ну это ваш сейчас вы подключены по этой ссылке а где я говорю да или нет так получается вы регистрируетесь на голосование и затем у вас закрыть само голосование и там выбираете пункты сейчас минутку буквально я закрыл то есть я написал зарегистрироваться а он я не в смысле закрыть да так получается нет сейчас все как все зарегистрируются вот я вижу что вы зарегистрировались я открою голосование после этого вы будете голосовать сейчас буквально пару минут вот Тимур Васильевич Анатолий Михайлович вы еще не зарегистрированы я я пытаюсь войти но мне тут все на казахском пишут сложно разобраться получается вы заходите вводите свой я его вам отправил да я его вожу и мне пишет там жсн это ин там нажимайте кнопку кру это войти я нажимаю кнопку кру мне пишет сизен гизен акпарат так и теперь вот вы вошли нет я не могу войти он мне не входит так то ли он считает что я пароль неправильно вел сейчас тимир василий сейчас минуту получается ваш ин там все нули в конце девятка верно там может проделывалась какие-то в конце там должно быть ровное количество знаков пароль можно вопрос это была горов да я пытаюсь зарегистрироваться но там возникает какое-то окно вакцинация там получается в левом в левом углу там у вас должен быть после вакцинации там диссертационный совет есть такой значок есть ли в левом углу да все да диссертационный совет сейчас константин михалыч прошли да теперь вот анатолий михалыч тимур васильевич получается ли у вас у меня вот эта вот табличка с надписью идет регистрация да идет регистрация это у кого подурец подурец константин михалыч вы зарегистрированы уже все сейчас мы дождемся остальных вот анатолий михалыч и тимур васильевич и затем уже приступите к процедуре голосования сейчас вы просто зарегистрированы я вам скажу дальнейшие шаги я вам я вам в ответе по почте отправил то что мне пишет когда я ввожу логин и пароль и он сейчас она еще не отправилась здесь чат не работает я могу сейчас сейчас проверьте пожалуйста Балагуров зарегистрирован сейчас Балагуров зарегистрирован все зарегистрировано так все нормально да все нормально у вас оставьте Тимур Васильевич сейчас мы решим проблему так что-то ничего не пошло так возможно знаете сейчас есть одна мысль все я вошел сейчас стихонечку так совет щит надо нажать так я вот в списке выбираю человека что надо нажать на щит дальше да да есть выбрали самого соискателя я нажимаю на щит дальше тир тир келу или да вы регистрируетесь так и дальше должно произойти у меня по крайней мере все просто раз все верно вы зарегистрировались сейчас минутку я запущу голосование сейчас помогу коротко джану и шуматор копавич сейчас буквально минутку до 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 Продолжение следует... 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 Назаров... Продолжение следует... Здесь указано... Продолжение следует... 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 Есть какие-нибудь замечания, предложения? Ну, тогда принимаем за основу На этом загляньте? Да, на этом загляньте Ну, спасибо Так, первая часть у нас Сегодняшнего дня заседания Закончено Поздравляем искренне Назарова Хуаныша С сегодняшней его успешной защитой Так, минут через 10 Мы прервемся на 10 минут Потом продолжим дальше У нас вторая защита Так, уважаемый член Совета Я вам высылал предварительно ссылки Получается, это первое заседание Назарова Хуаныша Второе заседание Это СВАВСРА У нее защита в 16.00 Вы можете от этого заседания выйти И повторить ссылку Начать подключение Я сейчас запущу С этого выйти, да? Тогда я тоже выйду Пошел До свидания До свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...